Хей! Хей-хей-хей! С вами Юра Спасопуковский. Я недавно потренировался прямо дома. Сейчас чувствую себя хорошо. Форма у меня хорошая. Мышечная масса хорошая. Рельеф хороший. Я на пампе. А что может быть лучше, чем быть на пампе в хорошей форме? Ну, конечно же, вы скажете, тупой качок. Для него главное мышцы. Но на самом деле это не так. Я много работаю. Я люблю свою семью. Я много чего люблю. У меня много разных занятий, увлечений. Мышцы для меня это всего лишь какая-то часть моей жизни. Как должна быть у каждого из вас. Обязательно фитнес, спорт должны стать частью вашей жизни. Иначе со здоровьем ничего хорошего не произойдет. Ну, в субботу... Какую в субботу? В воскресенье в 8 часов вечера. Я жду вас на моем канале. Будет прямой эфир с участием еще одного блогера, спортсмена Александра Никули. Не пропустите. Просто заходим на мой канал в YouTube. И там прям на главной странице будет трансляция. Ну и, конечно же, у меня в ВКонтакте тоже на стене эта трансляция будет закреплена. Так что своевременно побывайте на эфире. Подготовьте вопросы. Можете вопросы вообще заранее прислать. Я их на эфире озвучу. Скоро еду на чемпионат России по бодибилдингу. Еще на этих соревнованиях выступлю 12 мая в Нижнем Новгороде. Так что будут еще видео. Будет интересно. Своё согласие на прямой эфир дали Варгунин, Дмитрий Головинский. В ближайшее время с ними тоже пройдут эфир. И приглашаю других известных спортсменов, кого вы сами посоветуете. Будем проводить эфир. Ну и, конечно же, не забывайте, что 15 мая начинается 30-дневный онлайн фитнес-марафон, в котором вы сможете тоже получить хорошую форму, хотя бы такую, как у меня сейчас, или лучше. Но все зависит от вашего стажа. Если мышцы уже есть, то за 30 дней мы можем жестко просушиться. Если у вас мышц как таковых нет, мы можем за 30 дней немножко их подкачать, параллельно убрав пару-тройку килограмм жира, или можем сконцентрироваться только на жиросжигании. То есть убрать больше жира, но не будет расти мышечная масса. Тогда наша диета будет более строгая. Я доказал на своем примере, что за 30 дней человек может убрать более 20 килограмм веса, из которых будет по крайней мере 10-12 килограмм чистого жира. Я провел денситометрию, она показала, что действительно уходит жир, и уходит быстрее, чем, как сказано, что невозможно худеть больше, чем на килограмм полтора в неделю. Это все чушь. Возможно худеть, просто если вы весите мало, если ваш вес 60 килограмм, конечно, за месяц сбросить 6 килограмм у вас может не получиться. Но если ваш вес 120 килограмм, за месяц сбросить 6 килограмм вообще для вас, именно жира, да, вообще ничего не стоит. Нужно просто соответствующую диету. И я буду вам помогать. В этом фитнес-проекте «Жиротопка» я помогаю. Просто пиши мне в директ, я вас записываю на «Жиротопку». Это платный, но бюджетный проект, доступный для каждого. Каждый может обладать прекрасным телом. Я не понимаю, почему я должен вас упрашивать быть здоровыми. Почему я должен упрашивать вас соблюдать диету. Это вам нужно, ребята. Например, мне тоже тяжело соблюдать диету. Мне тоже тяжело правильно питаться. Но я же делаю это. И мне это не всегда удается. Но главное совершать попытки. И вы тоже должны совершать попытки. Еще вот я постоянно напоминаю, как важна мотивация. Как важно просто взять и замотивироваться. Как важно просто взять и поставить цели. Чем больше целей вы поставите, тем больше вы за эти 30 дней мы достигнем вместе. Какие могу дать советы? Если вы хотите похудеть, конечно же советую отказаться от специй. Потому что они раздражают вкусовый рецептор. И вы едите больше. Конечно, советую перейти на здоровое питание. То есть мне нужно питаться в Макдональдсе. Сделали себе брокколи, рыбку. Или куриную грудку. Тушеную капусточку без масла. Едим полезную еду. И худеем. Более полезная еда. Она очень низкокалорийная. Даже если вы не будете считать калории. Если вы питаетесь грудкой, рыбой на пару, овощами зелеными. И только на завтрак съедаете чуть-чуть углеводов в виде, допустим, овсянки или гречки. Вы можете питаться практически всю жизнь. Никакого вреда не будет для здоровья. Потому что поступают в еду. И зелени, то есть витамины, минеральные вещества и клетчатка. И с каши поступают тоже клетчатка, минеральные вещества. Углеводы, конечно же, в гречке будет по утрам. Или в овсянке. Из обезжиренного творога, из яиц, из куриной грудки, из рыбы, можете получать замечательный белок. Немного полезного жира поступит из рыбы. Омега-3. Плюс я приветствую использовать спортивные добавки из аптеки. То есть витамины, хондропротектор, если у вас болят суставы, омега-3. Я действительно советую все это использовать. Применяю полезные БАДы. Ну, основной акцент на здоровом питании. Плюс, начав делать физические упражнения дома, ну, купите вы уже эти две гантели. Ну, ребята, ну, смотрите, вот я беру две гантели. Просто вот, не уходите. Я уже несу, уже несу. Вот, вот, принес. Купил две гантели. Желательно, чтобы их вес менялся, да? Вот, сделал три подхода приседаний. Накачал себе ноги и ягодицы. Лег на пол, покачал прессу, у тебя кубики. Покачал бицепс, подъемами на бицепс. Покачал трицепс, разгибаниями на трицепс. Сделал тягу, покачал спину. Сделал жим, покачал плечи. Сделал махи, покачал середину плеча, да? В наклоне сделал махи, покачал заднюю часть плеча. Лег на пол, пожал гантели, лег, поджимался от пола, гантели в рюкзак за спину. Прокачал себе сиськи, грудные мышцы, видите, вот, перед вами на экране сисюндры, сисяндры. В результате у тебя все мышцы в тонусе, как минимум, просто две гантели. И ты будешь мне рассказывать, что у тебя тренироваться нет времени. Две гантели пойти купить в магазине, у тебя нет времени, да? Что ты мне рассказываешь? Любой человек может и должен тренироваться каждый день, ну минимум через день. Тренировка может занимать 20-30 минут. Не надо мне рассказывать, что нет времени. А если ты не найдешь время, тебя найдут болезни. Начнут болеть суставы, спина. Так ты взял гантелю, да? Сделал 30 наклонов. Вот, 30 наклонов обычных. Три раза в неделю 30 наклонов. И мышечный корсет спины тебя не подведет. Спина болеть не будет. А так ты не взял гантелю, не сделал 30 наклонов. И что? Грыжа, протрузия, различные заболевания позвоночника. Кому это нужно? Пойдешь в плечу, он скажет, надо было в зал ходить, а сейчас уже поздно, вес уже слишком большой, давление. Надо сначала худеть, потом в зал. Так давайте же не будем доводить себя до этого состояния. Давайте же сразу будем заниматься спортом, будем сушиться, делать себе замечательный рельеф мышц. Вот, кстати, эти мышцы называются зубчатые. Потому что они как зубы. Забавно, правда? Зубчатые мышцы даже у меня есть. Вот. Должны быть кубики пресса. Вот у меня природой кубики пресса не выпуклые, видите? Они плохо видны. Но зато они симметричные. Раз, два, три. У кого-то они вот так вот косо, несимметричные. У кого-то вообще нет кубиков. У кого-то они 8 или 12 кубиков. Кому-то повезло. Но плоский живот это однозначно плюс, согласитесь. И вы можете иметь этот плоский живот. Вы можете сузить свою талию. Так давайте же сделаем это. Я знаю, как это делать. Я знаю, как это делать быстрее, чем вы пойдете в зал и будете делать это сами. Я знаю, как это сделать в 20 раз быстрее, чем вы пойдете в зал, к какому попало тренеру. Он даст вам тренировку, которая введет вас в тренировочную плату. и вы будете на одном и том же уровне в зале находиться. Со мной вы будете каждую тренировку становиться лучше. Вот это очень важно. Потому что у меня для каждого человека индивидуальный подход. Программа моя для каждого человека меняется. Каждый месяц я даю новую программу, новую диету. И это очень доступно. Поэтому, друзья мои, я вас жду у себя в директе, у себя в личке. Пишите. Ссылочку оставляю в описании к этому видео, чтобы вы могли со мной связаться. Вот так вот, друзья мои. Вот так. До новых встреч. С вами был Юрий Спасококотский. Спортсмен. Бодибилдер. Пауэрлифтер, можно сказать. А-а-а! Видите, какие мышцы. И все это я накачал тяжелым трудом. Запомните. Тяжело работал. И регулярно работал. Регулярность и тяжелый труд. Вот наш девиз. Пока, друзья. До новых встреч.